Давайте проведем, ребята, очень интересный эксперимент. Для чистоты эксперимента я взяла даже разные виды корма. Посмотрим, насколько растянется желудок чинка. Спустя всего пару часов. Что будет с нашими зубами, челюстью и нашим кишечником? Спросите у врача. Хай, друзья, вы на канале Magic Family. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки. И да, не удивляйтесь, они иногда разговаривают. Самый популярный вопрос, который мне задают, это чем я кормлю своих собак. И сегодня я покажу и расскажу, почему я никак не могу найти корм, которым я была бы довольна. Привет, меня зовут София, а это мой брат Эйван. Ээээ, привет, ребята. А я сынок Юми, и еще у нас тут очень много долгих питомцев. Так что подписывайся на канал и поехали. Да, Юми права, но сегодня мы говорим о собаках. Да, я права, но сегодня о собаках, а это собака Миша. Миша, ставь лайк. Ребята, давайте сразу расставим точки над И. Споры по поводу влажных и сухих кормов ведутся с самого их появления и до сих пор. И я уверена, будут вестись постоянно. Кто-то говорит, что 20 лет кормит свою собаку сухим кормом на развес, и у нее все нормально со здоровьем. Может быть. А кто-то валит все болячки своей собаки именно на питание. И такое тоже возможно. Обязательно напиши в комментариях, чем ты кормишь свою собаку. Я не стану ни с кем спорить или что-то доказывать. Это будет только мое личное мнение, которое, я думаю, будет интересно моим подписчикам. Почему именно я не кормлю своих собак этими кормами? Ответ прост. Такого корма, которым бы я хотела кормить своих собак, я пока еще не встречала. Сейчас я кормлю своих собак натуральной едой. Это в основном мясо плюс овощи и злаки. Но в последнее время, ребята, это становится все сложнее и сложнее. Это мало что требует определенных знаний в питании, но еще нужно соблюдать нормы и правила кормления, приготовления, подбирать баланс всех продуктов, готовить заранее, как-то хранить. И это отнимает очень-очень много времени, которого у меня сейчас практически нет. И сил в том числе. Поэтому уже месяц я снова нахожусь в поиске подходящего корма для моих собачек. Но пока что все безуспешно. А вот теперь по пунктам. Почему именно для меня нет хорошего сухого корма? Я не буду, ребята, грузить вас сложными, занудными терминами и постараюсь рассказать все своими словами, по-простому. Большинство сухих кормов готовится из чего угодно, но не из мяса. Дегидрированные белки, мясокосная или мясная мука, ненормально большое количество злаков, типа кукуруза, пшеница, рис, кликовина, крахмал, свекольный жом, целлюлоза, ароматизаторы, консерванты и так далее. Я не буду, ребята, углубляться в подробности состава кормов, потому что в интернете про жутковатые составы достаточно много информации. Но, простыми словами говоря, мясокосная мука, мясная мука и дегидрированный белок – это все просто порошки, полученные переработки мясных и рыбных отходов, субпродуктов. Все что угодно – лапы, клювы, плавники, кишки и даже неразвитые яйца, но только не мясо. Мы же выбираем с вами корм по сути на всю жизнь, и кормить своих собак кукурузой лично я не стану. Что случится с существом, которое будет питаться не так, как ему положена природа? Если вдруг слон начнет есть мясо, а волк станет травоядным или будет есть только остатки зайца, лапы до уши, я думаю, очень сильно нарушится работа организма и ухудшится здоровье как минимум. Как если мы с вами всю жизнь будем питаться чипсами. Они очень ароматные и приятные на вкус, как и эти корма для собак. Они очень любят этот запах и вкус, как и мы не можем оторваться от чипсов. Но полезно ли это? Длина желудочно-кишечного тракта у разных существ разная и предусмотрена природой. У коровы или козы длинный пищеварительный тракт. Это позволяет им правильно переваривать траву, сено, злаки, которые успевают за это время отдать полезные вещества. А у собаки пищеварительный тракт короткий, трава не успевает перевариваться. А вот натуральное мясо быстро расщепляется и хорошо усваивается в кишечнике, то есть успевает отдать все полезное. Также часто сухой корм содержит много крахмала, а значит дольше усваивается в желудочно-кишечном тракте. И другие питательные вещества тоже долго усваиваются из-за этого. Переваривание занимает много времени Быстрое и легкое усвоение пищи это очень важно для собаки Лишние вещества в корме создают дополнительные нагрузки на печень, почки и кожу Если собака не ест настоящее мясо, мышцы не растут Я заметила, как портится шерсть у собак, сидящих на сухих кормах Кто-то постоянно жалуется на аллергию, собака чешется, кого-то преследуют кожные болячки, зуд и так далее Ну а как готовятся эти сухие корма, объяснять, наверное, не нужно Очень кратко все ингредиенты просто превращаются в муку, смешиваются в экструдере Так называют машину по переработке корма Обрабатываются паром, превращаются другими аппаратами в те самые гранулы Ну а дальше все это очень быстро сушат, слишком горячим воздухом и дают остыть Ну тогда вообще не полезно, да? Да Как думаете, ребята, остается что-то полезное в этих и так не очень нужных собаке ингредиентах после такой обработки? Или нет? Вот именно поэтому сухой корм для собак так похож на бич-пакет для человека Как по полезности, так и по свойствам Давайте проведем, ребята, очень интересный эксперимент Для чистоты эксперимента я взяла даже разные виды корма Вот столько примерно корма нужно моему щеночку Юми, чтобы наесться Мы сейчас представим, что вот этот вот пакетик это ее желудок Не весь пакетик, а его окончание Мы насыпем сюда вот эту вот горстку корма А теперь мы добавим немножко воды Как будто это слюна и желудочный сок Немного подождем И сюда в этот стакан мы тоже добавим немножко воды Посмотрим, что же произойдет с этим кормом Посмотрим, насколько растянется желудок щенка Через какое-то время в желудке собаки корм увеличился как минимум в два раза Спустя всего пару часов посмотрите, что стало с этим стаканчиком Насколько раздулся корм, насколько он разбух Его стало гораздо больше То же самое происходит в желудках наших собак А вот что стало с нашим пакетиком с желудком В котором была всего горсточка сухого корма Он раздулся и стал огромный Корм сильно разбухает в пищеварительном тракте Отсюда вздутие живота, растяжение желудка И вот в таком вот растянутом состоянии желудок давит и на другие органы С таким растянутым желудком собачка, наверное, все время хочет кушать Что если ваш желудок будет постоянно вот в таком вот растянутом состоянии? Кстати, не очень приятный момент, но очень важный Если ваша собака какает слишком много Это значит, что в ее кишечнике очень много непереваренного корма, который просто не усвоился Что-то получается какая-то фигня, ребята В русском интернете я еще не встречала такой информации А вот в иностранном существует версия, что очень часто болезни полосы рта у собак От того, что они постоянно повреждаются, царапают десны А вот эти вот твердые острые гранулы сухого корма В рамки попадают микробы, десны болят, зубы воспаляются Но собака, конечно же, нам сказать об этом не может Давайте возьмем корминку, разломаем ее и попробуем потереть в руке Действительно, ощущение не из приятных Кроме того, от этих кусочков действительно могут оставаться царапины или, по крайней мере, очень сильные покраснения Бедненькая, как у тебя вучка поглощала Да, Юми, это только на руках А во рту у собаки кожа намного более нежная Что по поводу влажных кормов и всяких консервов, у меня тоже на этот счет есть свое мнение Первое, это тоже подозрительный состав и недостаток минеральных веществ Второе, это емкости Если речь идет о жестяных, алюминиевых и других железных банках, то хранение в них, особенно в открытых, очень опасно даже для человека Не зря пишут везде, открыв металлическую банку, переложите все содержимое в стеклянную посуду Стоит открыть консервную банку и в присутствии кислорода на металлической поверхности количество токсина быстро увеличивается И это опасно Но самый главный недостаток для меня во влажных кормах, это то, что они как пюре Собака ничего не грызет, челюсть не работает Такую мягкую массу кишечник собаки переваривает гораздо проще, и поэтому он тоже практически не работает Это как если человек целыми днями будет питаться пюрешками и кашками Что будет с нашими зубами, челюстью и нашим кишечником? Спросите у врача Но с натуралкой тоже существует очень много нюансов, которые мы, к сожалению, не можем соблюсти Остается надеяться, что в ближайшее время я все-таки найду подходящий и правильный корм для своих собак Если это случится, ребята, я обязательно с вами поделюсь Все, поняли? Молодцы! А теперь ставь лайк и подписывайся на наш канал и на отдельный канал Ани И не забудь поделиться этим видео с друзьями своими Получишь привет от нас в следующем ролике Если ты не редископа, ставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий Да-да-да-да-да-да-да-да Чекать, что пупы, пиздеся! Пупы, пиздеся! Люми, перестань, ты же портишь песню Люми, пусть слова, которые тебе сказали Ля-лики, смотри-ся! Ля-лики, смотри-ся! Ля-лики, смотри-ся! По-моему, мы запороли песню Да уж Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!